Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емель и сегодня мы с вами запускаем челлендж с куриными яйцами. Я сегодня снимаю 10 куриных яиц и передаю эту эстафету любому кванкеру, начинающей или, не знаю, на топе. Самое главное, желание и любить кушать яйца. Я согласна, быть может, это не очень полезно, но я заранее говорю, что я заставлять себя не буду, съем столько, сколько смогу. Здесь у меня 10 куриных яиц, это деревенские яйца, которые я очень люблю. Мама ехала в деревню, вот там как раз такие купила. Макаю в соевый соус. Сочетание просто бомба! Я очень люблю именно макать в соевый соус. После того, как часто начала заказывать роллы, у меня постоянно в холодильнике соевый соус. И хочешь, не хочешь, сначала мне как бы не особо нравилось сочетание соевого соуса с чем-либо. А потом я такой человек, я не люблю, когда продукты пропадают. Я начала миксовать соевый соус по-разному. А то, знаете, макароны готовлю. Макароны, по идее, не в тему, да, совершенно соевый соус. И давай макарошки макать. И потом настолько этот вкус мне как бы приелся. Теперь я все, что угодно макаю в соевый соус, даже огурчик. И мне нравится. Здесь у нас кофе три в одном. Это капучино именно. Якобс капучино. Попробуйте, очень вкусно. Три в одном. Стоит чуть дороже, но вкус другой. Вчера то ли я приболела, то ли еще что-то. Очень плохо себя чувствовала. Начала снимать влог. И тут немножко у меня температура подскочила. Мама сделала массаж спиртом и уложила меня спать. Как вкусно. Уже два яйца я съел. В общем, этот челлендж придумал мой брат. Он говорит, было бы интересно. Если бы ты сняла и дальше снимал какой-то другой мукбанкер. Например, в данном случае я передаю эстафету Дашук. Сможет ли она съесть, например, 11 яиц. Мне кажется, интересно, нет? А если я не смогу съесть, например, 10, то, например, она должна съесть 10. Мама всегда ругается, когда я вот эту кожуру не срезаю. Ну, мне так нравится с кожурой. Я даже лимон кушаю с кожурой. Вы, наверное, меня осудите. Но это такой кайф. Кожура лимона, это прям любовь моя. К сожалению, по состоянию здоровья мне нельзя кушать лимон. Ну, я его очень люблю. У меня сразу падает давление. Я себя плохо чувствую. Кружится голова. Я, например, лежу в горизонтальном положении. Резко встаю. У меня все прям плывет. Макаем. Давайте полностью. Легко. Ммм. Легко. Просто легко. Это мой завтрак, не поверьте. Мамы не было. Наверное, где-то две недели. И каждый день я вставала в 7-8. У меня уже до 12 уже было готовое видео, которое я уже могла опубликовать. А когда мама дома, я просто двигаюсь, как черепаха. Ничего не успеваю. Целый час вот так вот туда-сюда, туда-сюда. Что-то еще не могу найти. Целый час вот так вот. И давайте немножко поотвечаю на вопрос. Амина задает вопрос. И вопросик. Любишь ли ты себя и хочешь ли что-нибудь изменить в себе? Ты очень милая. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Но если честно, вот абсолютно искренне вам говорю, я не считаю себя красоткой. Даже и близко к этому, когда мне подписчики пишут, какая ты у нас красавица. Мне кажется, просто это из-за того, что они как бы тебя любят, подписчики. Так же, например, как мама. Мама на тебя смотрит и думает, что ты самая лучшая на свете. Знаете, есть блогер. Я ее начала смотреть, и я думаю, господи, какая страшная, да? А потом, в моих глазах сейчас она просто красотка. Ты смотришь, смотришь одного человека, он тебе становится какой-то родной. Я из тех преданных просто зрителей, которые постоянно смотрят одних и тех же блогеров. Если я смотрю, например, где-то 5-6 видео одного блогера, это значит, что все. Я буду смотреть его вечно. А что я хочу изменить в себе? Мне, например, не очень нравится форма моих бровей. Я бы очень хотела, чтобы они были как-то повыше, потолще, погуще, потому что на Кавказе у всех красивые густые брови, а у меня нет. И никогда у меня не было густых бровей. У меня они были сросшие в детстве вот здесь, но они были тонкие. Тонкие, сросшие. Выглядело просто ужасно. Но потом я стала хитрее. Я вот здесь начала выщипывать. А то эта Мазда не очень меня привлекала. Иногда я вижу мужчин у нас здесь с такими сросшими бровями, и они их не трогают, типа я мужик, мужик не должен выщипывать брови. Тогда давайте вообще не купаться, к примеру, да, мужик? Ты же не должен за собой следить, как баба. Я себе встретила парня своей мечты. И у него были бы сросшиеся брови, у нас бы точно с ним ничего не получилось. Меня очень это отталкивает. И знаете, как это люди к этому относятся? Я мужчина, я не должен ничего делать со своим лицом. Я, конечно, против, чтобы мужчины совершенно были идентично похожи на женщины и делали всякие масочки, пилинги и так далее. Мне это не нравится. Даже больше скажу. Может быть, вы закидаете меня камнями, но я не люблю, когда парень носит рваные джинсы, вот такие вот огромные дырки на джинсах. Меня совершенно это не привлекает. Более того, мне кажется, это как-то глупо. Или когда парень там, знаете, огромный такой шарф. Если мужчина нетрадиционной ориентации, то окей. Это только идет им, если честно. Но если ты нормальный мужчина, нормальная ориентация, одевайся как мужик. Не знаю, я опять же, может быть, я не права, но это чисто мой вкус. Если вы тоже согласны, пишите в комментариях. Не знаю, вот как-то, ну, не нравится мне. Вот и все. Сейчас есть мужчина, который припудривает лицо, чтобы не было жирного блеска. А еще мне не нравится, когда мужчина прямо лезет в твой гардероб и начинает. Это с этим не сочетается. У тебя какая-то тупорылая прическа. Я же это терплю. Я никогда не могу сказать, например, парню, что вот эта кофта тебе не идет и здесь у тебя выпирает живот, да и вообще как-то безвкусно. Мне кажется, это как-то, ну, некрасиво, что ли. Лучше подари что-то, как-то намекни, ну, вот прям в лоб говоришь о том, что тебя не устраивает. Наверное, это больше вызывает доверие, не знаю, открытость в отношениях, но это не по мне. Моей одной подруге постоянно парень говорил, сделай себе омбре, сделай себе омбре. Это сейчас так модно, сейчас все делают себе омбре. И мне кажется, если ты любишь, ты должен любить вот в целом человека. А не менять из-за того, что... из-за того, что видите ли, тебе что-то не нравится. Хотела сказать, потеряла мысль. Когда мысль придет, я вам сообщу о ней. У меня, например, у парня, папа, он военный. И он воспитал своего сына так, что ты мужик, ты мужик, ты не должен как баба ходить с сережкой. И он реально вырос другой. И я очень рада этому. У нас осталось всего два яйца. И как вы думаете, съем ли я или нет? в интернете читал, что больше там пяти яиц в день нельзя есть. Нормалек. брат предлагал двадцать. Я говорю, блин, сархан, говорю. Мне потом может быть плохо. Он говорит, а то нормальное видео будет. Я говорю, я себя буду плохо чувствовать. вот я абсолютно искренне вам говорю. Я смотрю свое видео, где я ем крабовые палочки. Я прям заставляю себя кушать. И мне кажется, со стороны это прям вызывает жалость, если честно. Я люблю, когда все красиво, вкусно, в меру, и человек не заставляет себя. есть даже если мукбанкер в конце, не знаю, половину всего оставит. Я думаю, что не беда. То есть, чем она будет, например, себя заставлять, и это и со стороны неприятно смотрится. И как-то фу. Ребяточки, должна вам признаться, что было очень вкусно и не сложно абсолютно. Даже я могу сейчас еще снять мукбанк с грузинскими хэнгалями, но просто их, к сожалению, нету. Сейчас мама их готовит. Как только приготовит, я сяду и сниму еще один мукбанк для вас. Берите эстафету, снимайте тоже подобный ролик, другие мукбанкеры. Я буду только рада. Посмотрим, кто из нас сможет съесть больше куриных яиц. Всем желаю удачного дня. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы все равно смотрите меня, сделайте мне приятно. Поставьте лайк и подпишитесь. Всем желаю удачного дня. Всем пока.